итак всем добрый день всем меня нормально слышно как со слышимостью супер хорошо у нас сегодня такая немножко тяжелая тема на завершение первого b2b дня и я постараюсь и и может быть даже чуть-чуть подсократить чтобы не нагружать последнее выступление давайте сначала ознакомиться те кто меня не знают меня зовут евгений федотов тема сегодняшнего выступления у нас основные характеристики табачного сырья и их влияние на готовый табак для кальяна то есть мы будем с вами сегодня обсуждать как сырье повлияет на готовый продукт кто меня не знает меня зовут евгений федотов я более 15 лет в индустрии возглавлял коммерческий отдел компании point art это достаточно крупный дистрибьютор сейчас у меня свое консалтинговое агентство в том числе помогаю и с вопросом там получения акцизных марок поставкой табачного сырья и так далее так далее так далее возможно читали где-то мои статьи значит поехали у нас сегодня основная проблема которая присутствует присутствует в кальянной индустрии это то что у нас большое количество знаний есть своя внутренняя терминология но абсолютно отсутствует систематизация этих данных до систематизация этих знаний и как итог нам очень и очень сложно общаться с нашими партнерами из других индустрий то есть тот сленг который используем мы он вообще не применим к сленгу или к терминам научным которые используют наши партнеры из разных индустрий и сегодня мы как бы обратим внимание на такую проблематику ко мне часто приходят мои клиенты да и говорят ну вот мы хотим создать там убийцу танжа убийцу дафта убийцу маст хэва то есть очередной какой-то продукт и у нас не получается наладить контакт с с поставщиками табачного сырья они не понимают что нам предложить и мы сегодня попробуем провести вот эту вот линию да то есть равенство между тем сленгом на котором общаемся мы и теми терминами которые используют наши партнеры значит ну когда мы говорим про табак для кальяна какие слова мы используем жиростойкий мягкий крепкий легкий не знаю удар по горлу тх жесткость то есть все эти термины они понятны нам с вами но они абсолютно непонятны и никак не транслируются за пределы нашего комьюнити и когда любой технолог который хочет сделать шикарный табак для кальяна приходит поставщику сырья ему говорит дай мне жиростойки то вот вася не даст мне соврать большинство поставщиков просто делают круглые глаза и говорят смысле жиростойки любой табак он жиростойки то есть что конкретно тебе нужно ты скажи а мы тебе подберем поэтому сегодня мы чуть-чуть еще заглянем как бы в научную часть мы начнем вообще издалека что такое табак что такое табачное сырье ради чего все это делается и как мы эти знания можем попробовать использовать в нашей ежедневной деятельности все о чем я говорю она имеет некоторую логику то есть если вы хотите я понимаю что среди здесь сидящих вряд ли там десятки табачных технологов но кто знает может быть когда-то вы ими станете есть простая логика что если вы возьмете на входе неправильное сырье то на выходе вы маловероятно что получите правильный продукт потому что любое табачное сырье оно начинается с того что оно делится на сам сортотип табака да то есть мы чуть дальше это раскроем но это то что называют virginia burley maryland да там и так далее вот это сортотип и дальше мы изучим способы обработки табачного сырья в основном это сушка есть еще такой процесс как ферментация его мы тоже затронем и только зная какое сырье вы берете с каким типом обработки вы можете изначально предположить а какие характеристики будут на выходе конечно я знаю многих участников кальянного рынка которые занимают позицию что не важно какое сырье взять его там можно выварить его можно там накачать никотином или не знаю там еще что-то сделать но у меня всегда логичный вопрос а зачем это делать если проще подобрать правильное сырье если тебе нужно 2 процента никотина подбери 2 не бери 4 не вываривай его значит переходим к чуть-чуть научной части кстати вам всем в самом начале выступления раздали книжечки да это буклеты такие там как раз таки распечатана одна из обязательно донесут обязательно значит это как раз таки ну сейчас мы будем с вами говорить а потом вы спокойно можете прочитать часть того что я говорю для как бы удобного переваривания информации и то что я вам раздал это часть выступления это некое такое введение в табак введение в табаководство суммированное я постарался разложить по полочкам основные понятия которые ну на самом деле мало кто раскладывает и мало кто пытается их открыто донести до людей значит давайте поговорим же что такое табак и вот наша задача да то есть ввести понятную терминологию ну и определиться как мы эти термины будем использовать когда мы берем любую науку вот эта проблема то что надо все знания разложить по кирпичикам да вот эти кирпичики в науке они называются таксона это некая неделимая группа схожих по свойствам схожих по характеристикам каких-то веществ или предметов да такое классное научное слово таксон можем использовать слово кирпичик или там основа знаний это неважно или элемент значит чуть-чуть быстро перри переключил значит если мы говорим про разные науки то нас с вами должно касаться в первую очередь растение водства табак это растение но если вдруг кто не знал то это растение и соответственно все таксоны которые присущи растениям они присущи и табаку а что такое таксоны в табаководстве это домен царство отдел класс порядок семейства рот и вид много непонятных слов и мы сейчас это переведем на определение табак табак это двудольные однолетние травянистые растения семейства посленовых правильно читается по-латински солоноси да то есть семейство посленовых это достаточно большое семейство куда кстати помимо табака входят баклажаны томаты и так далее так далее так далее рот никотиана то есть мы сейчас перейдем самому определению табака такая интересная графика никотин он содержится не только в табаке то есть конечно табак это основной поставщик никотина но помимо табака никотин содержится в томатах но опять же во всем семействе посленовых и вот одна сигарета если пересчитать это приблизительно 7 килограмм зеленых томатов это следующий по концентрации никотина следующий по концентрации никотина растения в семействе посленовых 42 и 8 нанограмма на грамм никотина содержится там значит научное определение то есть внутри табака есть разные гибриды есть никотина табаку есть никотина рустика это так называемая махорка мы ее еще тоже рассмотрим если мы говорим про некое научное определение то табак это растение никотина табаку а также все его виды и гибриды но проще табак это никотиану-табаку. Все, то есть мы определились. Несмотря на то, что это очевидные какие-то вещи для многих из вас, но не разобравшись с базой, очень сложно двигаться дальше. Значит, несколько интересных фактов по поводу рода никотиана-табаку. Во-первых, род никотиана насчитывает 66 видов, из них 36 в Южной Америке, 9 в Северной и Центральной и 21 в Австралии. В зависимости от сорта типа табака, высота самого растения бывает разная, от 30 сантиметров до 2 метров. Точно так же листья, которые находятся на стебле растения никотиана-табакум, они тоже имеют разное количество. Кстати, для никотина это очень важный момент, потому что никотин в основном содержится в табачных листьях. Чем меньше табачных листьев на стебле, тем табак будет более концентрированный, соответственно, более насыщен никотином. От 12 до 60 листьев. Важнейшие производители Италия, Франция, Польша. Если брать другие страны, то это США, Индия, Бразилия, Китай. Есть еще такая замечательная страна Малави, которая тоже много производит. Ради чего выращивают табак? Табак только ради никотина. Никаких других причин нет. Ни для чего другого табак больше не используется. Никотин, никотин, никотин. Это тот самый алкалоид. В химию погружаться не будем, но мы все понимаем, что никотин это основа всей нашей индустрии, не только нашей, а вообще всей табачной индустрии. Переходим к очень важному вопросу. Как же можно классифицировать табак и на какие группы он делится, на какие виды он делится и какие из этих групп и видов мы сможем использовать в табаке для кальяна и на что надо обратить внимание. Классификации есть много разных. Есть исторические классификации, есть современные. Если мы возьмем исторические, я их очень коротко объясню, потому что они очень обширны и количество сорта типов, принятой раньше было больше, чем сегодня. То вот мы посмотрим по Афанасию, по мячу Бучинскому, нашему соотечественнику. Такая огромная схема, но, к сожалению, очень далеко и не видно, но я вам прочитаю. То есть три основные группы. То есть вот это называлось группами, а все маленькие сорта, которые сейчас называются, назывались агроэкотипами. Значит, группы американская, восточная и группы сигарных табаков. Это мы говорим середина 20 века, наука развивалась, все как бы менялось в мире. Дальше у нас приходит классификация от госпожи Псаревой. Эта классификация выглядит еще сложнее. То есть здесь у нас присутствует подвид, разновидность и конкультивар. Подвиды у нас, опять же, американский, южный, островной, азиатский и восточный. То есть какие-то подвиды пересекаются. Но все это было очень давно. Мир менялся, промышленность не стояла на месте. Многие сорта типа, они отмирали сами собой, потому что их нельзя было использовать в промышленных масштабах. И появилось четкое определение, что в конце 90-х годов, в конце 1970-х годах, появилось четкое определение, что в растеневодстве надо использовать слово как таксон, это сортотип. То есть все, мы пришли к тому, что сортотип в любом растении, это есть минимальная группа. В нашем случае сортотип табака, это группа табаков, произрастающих в одном регионе, которая объединена на основании каких-то неких общих свойств. То есть если мы говорим Вирджиния, то есть один из сортотипов, которые мы сейчас будем обсуждать, то Вирджиния, вне зависимости от своего региона, она будет иметь приблизительно одинаковые характеристики. Это сортотипы, принятые в Советском Союзе. Их также предлагаю пролистнуть. Значит, какие характеристики у сортотипов табака? Вот сейчас мы подходим уже к прикладной информации, которая очень нужна технологам по табаку для кальяна. Первое – это уровень никотина. То есть каждый сортотип отличается от другого, в первую очередь, содержанием никотина. Во вторую очередь, это уровень сахаров. Иногда говорят углеводы, содержащих элементов. То есть это как раз-таки процент сахара, который содержится в табачном сырье. Третье – это более редкий показатель. То есть его табачные производители умеют измерять, но очень редко они его впрямую указывают. Это уровень pH. Это так называемый уровень кислотности, ну или по-другому pH. Мы потом между ними как раз-таки установим знак равенства между характеристиками табачного сырья по этим параметрам и между тем, что мы с вами чувствуем, когда курим табак для кальяна. Переходим к современности. История – это история, наука – это наука. Вас всех интересует, что же здесь и сейчас происходит и как вообще подобрать правильный табак для кальяна. В текущей иерархии сорта типа табака делят в первую очередь, это американская группа, это Вирджиния, это Бёрли и это Мэриленд. Сейчас про каждый из них немножко поговорим. Вирджиния, ну наверняка все слышали, номер один в мире, 40% мирового рынка, светлый табак, высокое содержание сахаров, содержание никотина обычно от 1 до 3,5%, но бывают исключения. Цвет насыщенный желтый, но это такой классический цвет, при этом, конечно, Вирджиния бывает разный в зависимости от типа сушки. Это мы тоже поговорим. Сейчас мы обсуждаем именно сортотип, это еще не табачное сырье. Аромат нейтральный табачный. Бёрли. Примерно 15% мирового рынка. Бывает как светлый, так и темный, хотя в России принято называть Бёрли или Берлей по-другому, принято все-таки называть темные табаки. У нас такая ассоциация, что Бёрли это темный табак. Аромат достаточно насыщенный, табачный, есть некоторые шоколадные нотки. Очень хорошо впитывает ароматизаторы, это нам с вами надо запомнить. Если мы делаем табак для кальяна, то впитываемость для нас это очень важный эффект, который позволяет ароматизатору дольше существовать в готовом продукте. Тут такая история, что так как Бёрли произрастает по всему миру, то естественно уровень PH в Бёрли он разный. И есть такое внутреннее деление у людей, которые занимаются табачным сырьем. Есть такое внутреннее деление, что есть такой женский Бёрли и есть мужской Бёрли. Женский Бёрли это в основном из европейских стран. Польша, Италия, ну и другие европейские страны. А мужской Бёрли это в основном Африка, это в основном Америка и так далее. То есть мужской Бёрли имеет высокий уровень PH и как итог он бьет по горлу. То есть уровень никотина может быть одинаковый, но за счет уровня PH идет, скажем так, очень сильный удар по горлу. То, что мы называем жесткость, то, что мы называем как бы ТХ. Да, прошу. У меня вопрос. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, вот у нас в табачном листе есть никотин. Он же в двух видах, насколько я понимаю. И как, скажем так, эти виды синергируют с PH-балансом? То есть высокощелочная, как мы на кислотной воспринимаем тот никотин по ощущениям? Потому что как раз крепость, жесткость, подмена понятий и так далее. Вот твое мнение хотел бы узнать. Ну смотри, мы чуть-чуть забегаем вперед. Вот, то есть мы будем обсуждать PH, да, и как бы кислотность среды, щелочную среду. Я, честно скажу, я не химик, поэтому с точки зрения изменения как бы уровня PH, то, что делают табачные технологи, когда они берут текущий уровень PH, и за счет добавления либо щелочи, либо кислоты они меняют уровень PH. За счет этого никотин получается в более свободной форме, да, то есть это вот, ну, как бы все мы слышали понятие солевой никотин. Что такое солевой никотин? Уровень никотина остался прежним, но изменилась его кислотность среды. То есть она сдвинулась в сторону как бы более низкого PH. За счет этого человек как бы сильнее затягивается, он не чувствует, а ему в голову уже бьет. Да, то есть это как бы, ну, такая основа солевого никотина. Я именно самим никотином и вопросами, связанным с химическими изменениями табака, ну, не очень занимаюсь, потому что для этого нужно действительно образование. Я могу только, ну, как бы говорить в рамках табачного сырья. В рамках табачного сырья уровень PH влияет на, вот, если взять лист, скрутить его и покурить. В одном случае он будет мягкий, в другом случае он будет жесткий. Это надо знать, когда вы дальше используете это в табаке для кальяна. Вот. Ну, естественно, надо знать химию для того, чтобы потом еще докручивать PH, тот, который вам нужен, так же, как и свободный никотин. Конечно. Получается, чем более кислотный, тем легче курится. Ну, вы сказали, меньше PH и удар по горлу меньше. Если PH меньше, то эта среда кислая, а не щелочная. И в таком случае у вас, представим, что у вас один и тот же уровень никотина 10%. PH 3, PH 5 и PH 8. При PH 3 уровень никотина 10 вы его просто не почувствуете. То есть он вам быстрее дойдет, он переходит в свободную форму, он быстрее дойдет вам в голову, а потом вы его почувствуете. В этом фишка солевого никотина. То есть он нагоняет потом. Почему он достаточно опасен, и многие его считают опасным, я как бы не могу там свое мнение сказать на эту тему, но многие считают солевой никотин опасным, потому что ты можешь не почувствовать вот этот лимит и его просто перекурить. Давайте, если можно, мы про PH, просто это как бы мы на середине презентации, мы еще не в конце. Про PH, во-первых, еще будет. Во-вторых, все-таки вопрос никотина. Есть мой хороший знакомый Илья Кобзарев, который писал большую статью про никотин, который часто выступает с этой тематикой. И так как он действующий табачный технолог, то он больше понимает руками, чем я именно в плане технологии производства. Но моя задача именно перевести наш сленг в то, чтобы вы пошли к производителю табачного сырья и смогли с ним говорить на одном языке. Ну, проберли мужской и женский, тут понятно, да, то есть уровень PH, и как итог, это уровень жесткости, который вы получаете в сырье. Сортотип Maryland. Честно говоря, сильно на него много времени тратить не будем, потом объясню, почему. Это американская группа, содержание никотина 1,5, и он практически в табаке для кальяна не используется. И это исключительно сигаретный тип, ну, практически исключительно для сигарет. Восточная группа. Это в первую очередь Oriental, да, тот самый неуловимый, про который все знают, но который мало кто пробовал. Кто-то говорит, что старая нахла была на нем сделана, но подтвержденных фактов, к сожалению, нет. Значит, Oriental, содержание сахаров 5-7%, никотина около 1%, достаточно кисловатый привкус, такой суховатый, чем-то, извините, напоминает траву. Ну, конечно, не ту траву, о которой все подумали, но как бы просто вот как бы сено, газон, там еще что-то. Опять же, в табаке для кальяна практически не используется. Махорка. Ну, сразу такой маленький нюанс. Махорка – это тоже табак. То есть я раньше сказал, что никотиано-рустика. Никотиано-рустика – это и есть махорка. И по законодательству, и по науке это является табаком. В России точно так же подлежит акцизам. К сожалению, проигрывает табаку на рынке практически везде. Мало кто использует в промышленных масштабах. При этом очень высокое содержание никотина. То есть 10-15% содержание никотина. Но, к сожалению, очень тяжело в работе, и мало кто использует. Табачное сырье можно разделить на две большие группы. То есть вот мы обсудили, что есть американская группа, там восточная группа, отдельно махорка. Еще можно разделить по характеристикам. Есть такое понятие, как скелетное сырье. Есть такое понятие, как ароматичное или иногда еще называют купажированное или купажное сырье. Ароматичное дает в большей степени аромат, как ни странно. А скелетное формирует основные характеристики готового продукта. Уровень никотина, уровень сахаров и так далее. Дальше мы с вами… Очень сожалею, что здесь маленький экран. То есть у нас есть с вами американская группа, у нас есть восточная группа. В американскую группу еще раз входит Вирджиния, Берлей, Мэриленд. Восточную группу – ориентал. И если мы говорим про типы сырья, скелетные или ароматичные, то только ориентал является в чистом виде ароматичным сырьем. Все остальные сорта типа табака являются в первую очередь скелетным. То есть они дают никотин, они дают сахар, но они сильно на вкус не влияют. Ну, разве что за исключением Берлея, он так и называется ароматично-скелетным. То есть он как бы и то, и то себе сочетает. Слово «бленд» наверняка всем знакомо, что мы делаем «бленд» из различного табачного сырья, что у нас «бленд» Вирджинии, Берлея. На самом деле по-научному есть такое слово «мешка», его не надо бояться. Это то же самое, что «бленд», но это научно. А «бленд» – это просто английское слово общепотребительное, которое означает «смесь». Но так как все используют «бленд», я тоже буду использовать слово «бленд». Не буду вас там в мешку загонять. Значит, когда вы создаете «бленд» разных типов табачного сырья, есть некоторая выработанная годами схема на сигаретах. Это 25% ароматичного сырья и 75% скелетного, чтобы одно не перебивало другое. В табаке для кальяна это все-таки скорее такая отправная точка для ваших исследований. То есть это не есть золотая середина. Но, пожалуйста, просто запомните, что если будете использовать ароматичное сырье, не добавляйте его там 70%. Скорее всего, ничего не получится. Какие сорта типы используют для кальянного табака и почему? Вирджиния – высокий уровень сахара, углеводов, содержащих элементов. Это в первую очередь повышает жиростойкость готового продукта. Чем выше сахаров, тем, скорее всего, у вас будет более жиростойким табак для кальяна и более мягкий табачный привкус. То есть он не перебивает привкус ароматизатора. Бёрли. Кстати, Россия – это та страна, где Бёрли действительно стал массово использоваться в табак для кальяна. За рубежом это вообще нонсенс, и мало кто его использует. Во-первых, хорошо придает кальянному табаку такой благородный табачный привкус с некоторыми шоколадными нотками. Во-вторых, как мы уже говорили раньше, очень хорошо впитывает ароматизаторы. Это как бы и плюс, и минус. То есть любой табачный технолог скажет, окей, круто, что он впитал, но мне приходится лить туда ароматизаторов в два раза больше. Опять же, про PH наш любимый поговорим. Мужские листья дадут чуть большую жесткость. А женские листья, опять же, так называемые женские листья, то есть с низким уровнем PH, они будут куриться мягче, но при этом тоже неплохо накуривают, потому что за накуривание отвечает никотин. То есть PH отвечает за эффект, за жесткость, а никотин все-таки дает эффект накуривания. Oriental Maryland выпадают из нашего списка, они бессмысленны к обсуждению, потому что они в табаке для кальяна практически не используются. Что такое табачное сырье? Вот все, что мы с вами до этого говорили, мы говорили про табак из рототипа табака. Когда оно становится табачным сырьем? Когда проходит после уборочную подготовку. То есть растения высадили, листья собрали, после этого они проходят определенную обработку. Ну, соответственно, это важно понимать, какую обработку они прошли. Какие этапы? Сушка, хранение, отвалаживание, сортировка, тюковка и ферментация. Все, что между сушкой и ферментацией, на самом деле никакой сильной роли для нас с вами не играет, потому что не меняет характеристик табака. Сушка и ферментация меняют кардинально. Кстати, многие путают понятие сушки и ферментации. Здесь тоже такой маленький нюанс. Это не просто два разных процесса, а это кардинально два разных процесса. Я сейчас своими словами скажу, а потом еще мы по схеме пройдемся. Сушка – это всего лишь вопрос, связанный с потерей табачным листом зеленого цвета и превращение его в более сухой и менее влажный продукт, что сохраняет его свойства, качества и дает практически бесконечный срок хранения. Ферментация, знаете, по-русски, наверное, можно подобрать слово. Это как бы как закваска, как квашение. То есть это идет именно процесс, который связан с окислением табачного листа. И это очень редкий процесс. И, скорее всего, вы в своей жизни с ферментированным табаком не столкнетесь. Ну или не сталкивались. Значит, сушка формирует новое качество сырья, меняет цвет, меняет вкусовые и ароматические свойства. Ну, скажем так, может поменять. Повышает устойчивость к плесневению. То есть после процедуры сушки табачное сырье хранится практически бессрочно. Именно после процедуры сушки табак становится табачным сырьем. И его можно использовать в любое табачное изделие. Чуть-чуть поговорим как раз-таки про ту схему, которую я вам обещал. Значит, в сырье у нас есть с вами PH. В готовом продукте это будет жесткость, удар по горлу. В сырье у нас есть никотин. В готовом продукте это будет крепость и чуть-чуть, конечно, жесткость. Сахар. Это влияет на жиростойкость и привкус табачного сырья. То есть понятно, параметры, зная параметры табачного сырья, мы с вами уже можем примерно предположить, какой табач для кальяна из этого всего выйдет. Но параметры сырья могут измениться в процессе сушки, например. Какая существует сушка? Воздушная сушка, труба огневая, огневая, сушка на солнце. Но вы скорее чаще слышали air curing, flu curing, fire curing и sun curing. То есть слово curing это как раз-таки есть слово сушка. Ну и давайте по ним пройдемся, посмотрим, как они меняют характеристики нашего сырья. Air cured. То есть air curing процесс. Air cured это получается табачное сырье, которое этот процесс прошло. Это из названия следует, что это сушка воздухом. Воздушная сушка подразумевает, что сушка идет при естественной вентиляции. То есть нет никакого нагнетания. Ну и нет практически никакого температурного режима. Максимум, если там на улице влажно или вы находитесь в каком-то супервлажном климате, тогда может подаваться температура, только чтобы слегка влажность лишнюю убрать. Я нормально слышно, кстати? Да? Супер, спасибо. Значит, внутри подразделяют разные типы. Dark air cured, light air cured, dark virginia cured. Вам на самом деле из них надо запомнить вот первый. Dark air cured – это даковские табаки. Тоже, если общаетесь с поставщиками сырья, то слово duck они наверняка используют. Dark air cured присуще так называемым сигарным табакам. То есть тем табакам, которые потом пойдут на сигары как покровной лист. И это делается для… там много причин, почему это делается. В первую очередь, чтобы сигара имела чуть-чуть другую влажность и легче курилась. Это главная причина. Значит, особенности air cured в основном применяют к бёрле. Ну, Maryland мы не рассматриваем, это как бы к нам отношения не имеет. В основном к бёрле. И в результате air cured у вас обязательно сохраняется природный уровень никотина. Он не падает, он не повышается, он сохраняется. Цветность практически не меняется. Flu cured. Не турбоогневая сушка, а трубоогневая. То есть речь идет о трубах. Это, по сути, такие батареи. То есть flu cured очень четко ассоциируется с сортотипом табака Virginia. Если вы придете к господам из Италии, то они, скорее всего, в Вирджинии будут называть флюкюрт. Или флюкюрт в Вирджинии. Фи-си-ви. Такое сокращение. Почему для Вирджинии? Потому что только трубоогневая сушка, она и сохраняет оттенок цвета, и даже может сделать его более насыщенным. То есть Вирджиния станет более золотистой. Сохранять природный уровень сахара. Для Вирджинии это максимально важно. То есть чтобы уровень сахара не понизился. Избавляет от лишних смол и понижает уровень никотина. Как выглядит трубоогневая сушка? Это такие гигантские батареи, через которые прогоняется нагретый воздух. И рядом с ними в некоторых помещениях находятся табачные листья. Соответственно, сами табачные листья, они напрямую воздействуют температурой, не подвержены. И тем самым они лучше сохраняют заложенные в них характеристики. Файеркьюрт. Файеркьюрт, яркий пример, это кентукки. Что такое кентукки? Это берлей, который проходит определенную обработку. Файеркьюрт это шашлык. То есть есть угли. Грубо говоря, эти угли выделяют дым. Идет процесс копчения. Соответственно, что происходит? Табачный лист темнеет. Табачный лист насыщается вот этим ароматом копчения. Не знаю, как по-русски правильно сказать. Смокт. И что происходит с характеристиками? То, что для нас важно. Сохраняется природный уровень pH и никотина, но очень сильно меняется аромат. То есть аромат, если кто нюхал кентукки, это как бы один килограмм открытый здесь, и вся выставка будет его чувствовать. Санкьюрт. В основном присущий сортотипу ориентал. То есть это сушка на воздухе. Изменение характеристик индивидуально. Потому что, извините, в каждом регионе солнце свое. Точнее, солнце у нас одно, но угол падения солнечных лучей, температура, влажность, они разные. Поэтому все очень непрогнозируемо. Это, кстати, одна из причин, почему ориенталы все-таки меньше используют в каких-то, скажем так, альтернативных табачных продуктах, где нужна четкость и стабильность качества поставок. Ориенталы, к сожалению, не славятся стабильностью поставок. Значит, теперь переходим к процессу ферментации. Я расскажу, откуда вообще пошла ферментация. То есть есть некая такая легенда. Но все вы знаете, что табак, он пришел к нам с американского континента. И когда господин Колумб причалил на своем корабле к американскому континенту, индейцы уже замечательно курили трубку, скручивали сигары, ну и так далее, потребляли табачные листья разной формы. У индейцев изначально они понимали, что табак надо высушить, тогда он будет более ароматный, тогда он даст значительно больше дыма, и это будет вкуснее. И достаточно давно они придумали, что табак надо сушить. При этом табак, он был, ну таким, скажем так, божественным созданием. Однажды одно племя индейцев просто забыло там целую кипу табака, где-то рядом с землей, и, ну, они потеряли из виду. И месяца два оно там пролежало. Когда индейцы это нашли, они понимали, что выкинуть это нельзя, поэтому они, чтобы не потерять лицо перед другими своими соплеменниками, вынуждены были скрутить из этого сигары и попробовать покурить. И их удивление было безграничным, когда они, скрутив сигары из этого листа, поняли, что сигара стала более ароматной, более насыщенной и значительно более интересной. Так вот, этот процесс, который тогда они открыли, это и есть процесс ферментации. Ферментация, она выглядит по-разному. Это может быть складывание в какие-то пилоны или складывание в тюки. Да, это может быть, не знаю, то есть главная суть ферментации, что это время, это влага и это температурный режим. После этого запускаются очень серьезные химические процессы, которые приводят к тому, что табак приобретает очень такой сильный кислотный вкус, такой сильный, такой запах, он может быть насыщенный, может быть приятный, может быть неприятный и так далее. Но главная фишка в том, что ферментация и ферментированный табак в табаке для кальяна никто не использует. Это трубочные табаки, это чуть-чуть сигары, это чуть-чуть, не знаю, какие-то специализированные табаки, возможно, снюс, возможно, жевательные табаки, но ни в коем случае не в табаке для кальяна. Он убьет все, что вы сделали. Вот. Соответственно, что у нас происходит на конечном этапе? Мы с вами сырье посадили, собрали, посушили, проферментировали, не проферментировали, вопрос десятый. И в итоге у нас с вами получается табачное сырье, которое попадает на сортировку. И уже это то, что вы получаете в качестве неких образцов и в качестве коммерческого предложения, что можно купить такое сырье, такое, такое, такое. Вот. Скажите, а здесь есть среди нас табачные технологи? А еще? Хорошо. То есть многие хотят стать табачными технологами. Есть такое желание? Хорошо. Ну, здесь вам, к сожалению, не видно, но мои коллеги, которые помогали делать презентацию, они предложили в конце как мотивацию вставить ссылку на HeadHunter, потому что, например, табачные технологи в категории табак для кальяна, вот недавно в Санкт-Петербурге закрывалась вакансия. Ну, я не знаю, вам циферка видна или не видна, но там, короче, 350К. То есть, поэтому, если вы будете изучать табак, у вас есть все шансы развиться в этом деле и достаточно хорошо себя чувствовать. Что мы сегодня узнали? Да, то есть мы уже подходим к концу. Мы с вами провели как бы линию между табачным сырьем и готовым табаком для кальяна. Посмотрели, что такое табак, ради чего его выращивают. Какая минимальная единица в табаках – это сортотип. Мы рассмотрели, что такое сортотип, какие современные сортотипы есть. Бёрли, Вирджиния, Мэриленд, Ориентал и Махорка. Что такое табачное сырье, то есть это тот табак, который прошел после уборочной обработки. И какие свойства и характеристики сортотипов вы должны учитывать, работая с табаком для кальяна. На этом все. Спасибо. Вопросы? А, я хотел прокомментировать. Да, вам раздали не просто буклетики. Я своих коллег из компании Satir, это мои большие друзья, попросил просто взять сырье без обработки, сделать из него табак для кальяна, чтобы вы дома могли попробовать и сами почувствовать, как отличается Вирджиния чистая от Берлея, как отличается разная крепость. Вы заметили, что Вирджиния, в ней высокое содержание сахара. И за счет этого конечный продукт получается более жиростойкий. Но при этом вначале вы сказали, что если прийти за сырьем и сказать, что нужно жиростойкое сырье, то не поймут просто. Так все-таки есть какое-то определение жиростойкости или нет? Как раз-таки в этом и заключался вопрос, что любой поставщик табачного сырья, он не оперирует словом жиростойкое, он оперирует словом содержания никотина. Я вам предлагаю в сырье, ну, сахар, извиняюсь, оговорился, конечно, сахар. То есть процент сахара. Я вам как раз-таки предлагаю этот мостик. То есть вы хотите жиростойкий, а он вам предлагает сахар. Соответственно, это один из элементов, не единственный. То есть та же жиростойкость, она как раз-таки в процессе производства подкручивается достаточно легко теми же сиропами и так далее. Но если мы говорим про сырье, то очевидно, что сырье с сахаром 0 будет менее жиростойким, чем сырье с сахаром 30. И это как бы факт. Если его в сухую сделать, привет, Саша. Если его в сухую сделать, то вы обязательно это почувствуете. Офигенно классный вопрос. Я когда готовился к этому выступлению, я наткнулся на то, что… Три проблемы. Проблема первая. Все исследования связаны с сигаретами, и к нам они вообще отношения не имеют, потому что мы делаем табак для кальяна, там другой температурный режим и так далее, и так далее. Вторая проблема, что большинство исследований, они как бы закрыты, то есть найти в открытом доступе какую-то четкую информацию очень сложно. И третья проблема – это наша неразговорчивость. Я знаю много крутых, классных табачных технологов, но даже мне они, если дают какую-то информацию, то разрешить мне ее рассказать они не дадут никогда. Поэтому все приходится собирать немножко по крупицам. Но собрав мнение разных технологов, мнение разных статей, я с высокой долей вероятности, я даже некоторые цифры смотрел, но, к сожалению, четкого исследования нет. То есть мы стоим у такого корыта, где ничего нет, и делаем все по чуть-чуть. Вопрос про впитываемость. То есть почему Берли, допустим, принято, что он впитывает лучше? Понятное дело, что это сигаретчики, эту информацию как бы запустили, но по факту-то структура листа у Вирджинии, она более рыхлая. И, допустим, применение той же дает-технологии, которая Аляна Мэтпири принимается, Краеогеник, который на Кобре, это делается специально для более рыхлой структуры листа. У Берли она более плотная. Ну, это как бы вроде, ну, по крайней мере, мне так кажется. И где-то я это вычитывал, поэтому вопрос впитываемости ароматизатора. И на практике, как правило, табак для кальян на основе Берли, он быстрее отдает ароматику и уже потом уходит в табачку. На Вирджинии ароматика, ну, опять же, мое субъективное мнение, задерживается более дольше. То есть вопрос про впитываемость ароматизатора, насколько это действительно так? Так, ты затронул на самом деле несколько вопросов. Когда я говорил, что Берли лучше впитывает, мы говорим про сам табачный лист, после чего он проходит определенную обработку, вот ты ее начал перечислять. Например, дает. Да, дает – это взорванный табачный лист. И, по сути, у вас был вот такой кусочек, вы его взорвали, он стал вот таким. То есть как бы это как губка. И, конечно, он будет впитывать лучше. Криогеник – это технология, которая как бы маркетинговая, ну, в смысле, название маркетингового, то есть ненаучное. Но это как раз-таки технология, которая связана, ну, насколько я тоже понимаю, с разрушением структуры листа. Я говорю чисто про лист. То есть если взять лист Берли, лист Вирджинии, то лист Берли, ну, вот это как раз-таки уже научные данные. Он лучше впитает. Но за счет обработки, та же Вирджиния, например, она же обрабатывается трубоогневой сушкой. За счет трубоогневой сушкой, она становится более, как бы поры более раскрыты. То есть уровень влажности чуть другой, поры более раскрыты. Как табачное сырье, наверное, Вирджиния в итоге будет даже, может быть, лучше впитывать. Но если говорить про табак, вот именно лист, то Берли. У меня вопрос достаточно провокционный, наверное. Смотрите, вы говорили, что сушка и ферментация – это разные вещи, так скажем. Но разве сушка – это не один из процессов ферментации? Нет, сушка – это не один из процессов ферментации, потому что… Я даже скажу так. Так, то есть наша же с вами задача использовать и изучать те данные, которые мы будем потом использовать. Значит, если вы посмотрите… Ну, не знаю, кто-то из вас занимается импортом табачного сырья или не занимается. Есть такое понятие ферментированное табачное сырье и не ферментированное. Разные документы, разные кода и так далее, так далее. Так вот, табачное сырье, которое прошло сушку, оно во всех документах значит как non-fermented, то есть не ферментированное. Это очень важно. То есть, конечно, там меняются слегка характеристики, и можно сказать, что это часть процесса ферментации. Это как раз-таки есть вот тот вот диалог, что раз изменились характеристики, значит, это ферментация. Но в табаке принято сушка и ферментация. Два разных процесса. У меня не вопрос будет, а я дополнить хотел, просто вопросы вам задают. Вот, я бы хотел еще сказать, что когда вопрос задают, путают главные понятия, что табак сырьевой и табак кальянный. То есть, это разные вещи, и они имеют разные характеристики. То есть, вот сейчас вопрос был про бёрли, который впитывает как быстро и так далее. То есть, Евгений говорил про табак, который впитывает именно сырьевой, а вы говорите про кальянный. Это разные вещи. То есть, вот смотри, когда табак варится, засыпается сироп, заливается сироп, глицерин, сахарный сироп, потом добавляется табак. Во время варки бёрли он медленнее впитывает. То есть, за тот промежуток времени, как варится Вирджиния, она уже весь сироп впитает, а бёрли нет. Но в любом случае, он его впитает, если адекватные, скажем так, объемы. Но, про ароматизатор. То есть, здесь некорректно говорить о том, что бёрли быстрее, лучше впитывает ароматизатор. Почему? Потому что ароматизатор добавляется на последнем этапе приготовления табака. То есть, когда уже и бёрли, и Вирджиния, они уже впитали в себя и глицерин, и сахар, и воду. То есть, у тебя по факту ароматизатор впитывается не в сам табак, а во всю эту большую смесь. То есть, здесь некорректно вот эти вещи сравнивать. То есть, именно сырьевого табака и табака кальянного. В целом. Ничего страшного. Вот. И еще, знаете, я еще хотел добавить, может быть, вам для презентации. Вот количество сахара, на что влияет. Это вот, у меня нету каких-то математических там выкладок и научных данных. Это вот по опыту варки, что когда сахар завышен, ну вот мы, допустим, говорим, свыше 20, допустим, процентов. Ну и вообще, в целом, если бёрли и Вирджинию сравнивать, то табак готовый, он будет липче, когда сахара больше. Не знаю, с чем связано, но вот всегда получается именно так. Чем сахара больше, чем он липче. Это влияет на товарный вид табака в первую очередь, а во вторую, если вот вы настраиваете производство, у вас большие объемы, это очень сильно влияет на подбор фасовочного оборудования. То есть, ну это очень важно на самом деле, потому что вот есть два основных типа, это шнековые, вот Аврора за вами находится, вот у них шнековые дозаторы, и поршневые дозаторы. Вот они очень сильно отличаются именно от консистенции табака, а на эту консистенцию влияет сахар. Вот. Вы просто говорите, что мы не делимся, я с вами делюсь. Еще какие-то вопросы? Всем спасибо. Если вдруг после выступления будут какие-то вопросы, пишите, звоните, найдите меня здесь, я все три дня здесь. Спасибо. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok